Мы снова возвращаемся к нашему барану. После утра с головастиками у нас настало время завтрака. О чем Стэн уже понял и всячески пытается показать, что он голодный. Кто-то задавал вопрос, можно ли кормить барана курицей. Почему бы и нет? У меня отварная куриная грудка. И сейчас я разделю свой завтрак практически с вараном, с нашим Стэном. Собственно, почему курица и почему отварная? Ну, во-первых, потому что отваренная курочка избавлена... Дважды отваренная курочка избавлена от всяких нитратов, которые охладителей, консервантов, которые часто можно найти в чем-то подобном. Я, конечно, в этом не разбираюсь нифига, но лично моя мать, прежде чем варить супчик, отваривает курочку два раза. Уронил. Ничего страшного. На пол не упало. Мама отваривает курочку два раза, как говорят, чтобы избавить от всякой дряни. Ну, что и я продемонстрировал, просто отварив куриную грудку. Также измельчив ее до вот таких вот приемлемых для глотания кусочков. Кормлю его плотно, потому что сам уезжаю, и он будет... А, опять уронил. И он будет голодным, точнее, без пищи, еще, ну, как минимум, полтора, полутора, более полутора суток. Ну, в принципе, он уже взрослый, ему не требуется каждодневное кормление. Поэтому просто плотно, плотный завтрак. Чувствую, он уже с неохотой такой берет. Значит, что уже неплохо покушал. Впрочем, как я говорил в одном из других видео, у капского барана чувство насыщения наступает сильно позже. поэтому все-таки нужно следить за тем, сколько вы ему даете. Это был последний кусочек. Судя по его внешнему движению, ему этого вполне достаточно. Собственно, у них насыщение наступает, когда они чувствуют, что в желудке вообще ничего нету. нету свободного места. Ну, пожалуй, пожалуй, все. Ему хватит. Тем не менее, он все еще рвет и мечет, потому что думает, что ему что-то дадут. Ну, ладно, на тебе маленький кусочек. А теперь все. Иди домой и грейся. Он тепленький, прогретый. Всегда давайте пищу, особенно мясную, несколько прогревшемуся варану, который активен. Собственно, этому я научился у Вячеслава Егорова на его канале. На его канале, где он показывает своих аргентинских тегу. То есть, всегда нужно, прежде чем давать пищу, прогреть варана, чтобы его желудок работал хорошо. Ну, и затем оставить в достаточно теплом помещении. То есть, свет, подогрев в виде термоковриков, я отключать не буду. Они будут работать более суток. Чтобы наш Стэн все переварил. Ну, на этом все. Завтрак сварана окончен. Я, пожалуй, пойду доедать то, что не доел Стэн.